Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина, и это мой канал «Счастье и успех для всех». Ну вот, наступил наш последний день пребывания в Португалии. Мы сегодня в Лиссабоне, и уже завтра возвращаемся в Москву. Что я хочу сказать вам о нашем путешествии? Как вообще мы его спланировали? И стоит ли вот так вот приезжать в Португалию? Ну, во-первых, когда мы планируем какое-то путешествие, мы обычно хотим посмотреть всю страну. Не только его основные и центральные города, потому что именно окрестности и глубинка страны представляют ее такой, какая она есть на самом деле. И мы очень рады, что мы это сделали. Как мы планируем путешествие? Мы обычно берем компанию Trafalgar, вы можете пойти на trafalgar.com и посмотреть, как они ездят по разным городам. В свое время мы объездили с этой компанией почти всю страну, мы побывали почти всю Европу. Побывали практически в каждом городе Европы и посмотрели всю Испанию, посмотрели всю Францию, всю Италию. А потом мы уже приезжали в эти страны, в эти города второй, третий, десятый раз. Если нам это нравилось место, если нет, мы уже не возвращались. Ну, вот с Trafalgar мы в этом году не поехали, мы уже не хотим делать такие организованные туры. А поехали сами, взяли просто машину, арендовали и проехали по всей стране. Мы побывали, наверное, в 8-9 городах и ночевали по одной, по две ночи в разных местах. И, конечно, это напряженный тур, после этого хочется отдохнуть, но, тем не менее, это очень интересно. Мы очень много узнали. Что же в основном мы узнали из этого путешествия? Что я могу сказать вам о Португалии? Ну, во-первых, Португалия страна, конечно, очень древняя, страна очень красивая. У неё потрясающая природа, не похожая ни на одну другую страну. Сначала я думала, о, может быть, это как Франция, о, может быть, это как Италия. Нет, Португалия не похожа ни на одну из этих стран, я имею в виду её природу страны. И она очень-очень благополучная в этом плане, замечательный климат, омывается океаном. И у неё много лесов, у неё прекрасные рощи оливковые, апельсиновые рощи, сосновые леса, пробковые леса. И просто-просто прекрасно, у неё нет высоких гор, у неё нет каких-то очень опасных вещей в стране. Страна замечательная в этом плане. Стоит ли приезжать как туристу в Португалию? Ну, что я должна сказать? Лиссабон – неоднозначный город. Лиссабон и Порто – эти два города. Вообще, вы знаете, что в Португалии 10,5 миллионов населения. Из них половина населения проживает в этих двух городах – Порто и Лиссабон. В Лиссабоне в его окрестностях сам город где-то 550 тысяч, а вместе с окрестностями 2,8 миллиона человек. В Порту – 1,8 миллиона населения. То есть это очень такие крупные города. И в этих городах, особенно Лиссабон и Порто, очень проблемные города. Здесь много граффити. Они отдали эти города этим бандитам, которые рисовали всё-всё-всё в граффити. Все города просто испорчены. Кроме того, в городах живёт очень много бедного населения. Здесь много бедности и очень много некрасивостей. Здесь окружает Лиссабон просто жуткие районы, ужасные. Но при этом сам город, центр города замечательный. Здесь много очень красивых мест. Здесь замечательные деревья, красивые здания. Наряду с некрасивыми, наряду с неухоженными. Одновременно потрясающие монументы и улицы. И тут же это будет какая-то неухоженность, какая-то грязь, какие-то дешёвые некрасивые бизнесы. Очень трудно найти хороший ресторан в Португалии. Вы должны пройти километры к километре, потом где-то вы седете в какой-то ресторане, который вам внешне понравится. И вы поняли, что вообще ничего из того, что вы заказали, есть вы не будете. Вот это такая вот неоднозначная страна. Тем не менее, маленькие городки Португалии совершенно великолепные, потрясающие. Мы проехали, мы посмотрели Алгарвы, остановились в городе Лагош. И я бы сказала, город Лагош, в том месте, где мы жили, его западная часть замечательная. Вот эти виллы, что я вам показала, это высокий уровень жизни. Это действительно очень красивая и природа, и тут же океан у тебя в двух шагах. Ветрено, всегда ветрено, и океан холодный. Но в целом, если где-то и бывать, если где-то жить в Португалии, то, наверное, Лагош самый лучший город из них. Другие городки, в которых мы побывали на побережье Алгарвы, многие из них совсем перенаселенные, некрасивые, нестаринные, ужасные. Очень многие городки просто совершенно негодные для туристов, для посещения. Я даже не знаю, кто вообще бы там останавливался в этих городках. Но вот Лагош, вот эта вот западная часть Лагош, нормальный, хороший город. Что ещё? Ну, эти чудесные городки, в которых мы побывали, внутри Португалии, я бы сказала, замечательная природа. Есть архитектура старинная, но там нет хороших отелей. Поэтому в Португалию, мне кажется, нужно приезжать лет через 20. Когда восстановятся эти города, когда будет закончена вся реновация, которая сейчас происходит и в Лиссабоне, и в Порто. Там реставрируется практически чуть ли не каждое здание. Вот когда всё это будет закончено, и когда построятся приличные отели в окрестностях, внутри страны, в этих маленьких городках, тогда, может быть, и можно рассматривать поездку в эти города. Сегодня я бы второй раз не приехала. И если бы мои друзья меня спросили, стоит ли сюда поехать, я бы сказала, что нужно подождать. Нужно подождать, когда эта страна будет приведена в порядок. По поводу того, что здесь дёшево, это тоже миф, это неправда. Страна не дешёвая, она такая же, как и любая другая европейская страна. Такие же точно цены. Любой ланч в любом месте, нехороший ланч, нехорошая всё это, будет стоить вам порядка. Вот вдвоём мы потратим 50 евро, и это будет там один бокальчик вина маленький, Николай берёт. И два каких-то блюда, и это вот с 50 евро ещё, может быть, два кофе будет. Дешёвая страна, не дешёвая, это миф. И по поводу вкусной португальской еды, я бы сказала, это тоже миф. Нужно найти какой-то совершенно ресторан, который мы ещё пока не нашли. Вот, может быть, только в провинции мы ели там хорошие стейки. Ну, стейк, есть стейк. Если он хороший, его трудно испортить. А так вот, где-то в других местах, мы только дома, где мы жили в Лагош, покупали хорошую рыбу, готовили её дома, и вот это вот была хорошая еда. Поэтому хорошей, вкусной португальской кухни я не нашла. Что здесь, да, замечательно, это вина, они очень дешёвые и очень хорошие. Поэтому сюда приезжает так много англичан, они любят Португалию за её замечательные вина, я думаю. Здесь вы видите очень много, особенно вот в Алгарве, очень много таких выпивающих людей, которых видно на каждом шагу. Они проводят своё время в основном в барах, и это не очень приятно, не очень красиво. И в то же самое в городах, вот в Порто мы жили в очень красивом апартменте, у нас внизу была потрясающая площадь, очень красивая, и такой сквир-парк. И в этом парке с утра до вечера было полно алкоголиков. Я уже не хочу это видеть, их было так много, и они там превалировали везде. Вот, поэтому, если вы меня спросили, друзья, приезжать сегодня в Португалию или нет, я бы сказала, что лучше сюда приехать лет через 20. Если вы опытные туристы, бывали везде, то, может быть, стоит, а если вы ещё не бывали в других европейских странах, то лучше побывайте сначала там. Италия вас никогда не разочарует, Франция вас никогда не разочарует. Вот эти две страны уникальные. Я была в Испании лет, наверное, 10 назад, а может быть, даже и больше. Мы приехали всю Испанию с компанией Trafalgar, и больше я туда не возвращалась. Но, наверное, стоит вернуться, посмотреть ещё раз Испанию. Но вот Францию и Италию я возвращаюсь очень часто и очень люблю эти страны. Эти страны меня никогда не разочаровывают. Вот такая вот поездка по Португалии. В чём основная причина Португалии? Почему здесь не очень ухожено? Почему не очень хорошие бизнесы? Почему всё это не так здорово? Но в основном, я думаю, это потому, что изначально уровень образования в Португалии был очень низким. Если вы знаете, что последние годы, где-то в 1910 году, они сбросили своего короля, королеву, и сделали парламентскую республику. Потом к власти пришёл диктатор Залазар, который был у власти 40 лет, и он сильно очень уронил страну. Вообще страна вообще все эти годы больше ориентировалась на Африку, на свои колонии, на Бразилию, которая тоже являлась много-много лет колонией Португалии. И весь интерес Португалии, как они были на окраине Европы, больше всегда был в сторону именно африканских колоний, как Ангола, Мозамбик и Бразилии. Основные иммигранты в Португалию сегодня из Бразилии, потому что у них один общий язык, они сохраняют один и тот же язык. Поэтому здесь, в Португалии, уровень образования во времена Салазара был крайне низким. К 1959 году в Португалии, когда уже в Европе, даже в Советском Союзе люди были все образованы, здесь было 40% неграмотного населения. А обязательным требованием к образованию было только 4 класса. Поэтому вот в Торонто, например, португальская комьюнити самая бедная и самая неуспешная. Они в основном или клиник леди, или уборщики, или рабочие невысокой квалификации на стройках где-нибудь. Вот это вот так по Португалии. Что еще было интересно во время этого периода Салазара, что мне очень показалось смешным. Как он закончил этот Салазар, если вы знаете. Он упал со своего собственного стула, на котором сидел. Кто-то, я думаю, подпилил ему ножки этого стула. Он упал, ударился головой, и у него было кровоизлияние. Он был в больнице все эти годы. И кабинет министров продолжал делать вид, что он все еще премьер-министр. Проводили у него фейковые совещания. А на самом деле страна уже управлялась другим диктатором, его последователем. Но в конце концов со всеми диктаторами было закончено. Португалия повернулась в сторону Европы. И вот последние годы она очень хорошо развивается за счет того, что она стала с Европейским Союзом. Это вот сейчас, конечно, очень положительный момент для Португалии. Внутри страны здесь много хороших бизнесов, много всего сделано, много построено. И видно, что устроится, и страна идет в хорошем, правильном направлении. Это совершенно очевидно. Что еще по поводу, хотел вам сказать смешного, по поводу режима Салазара. Кто сделал же эту революцию? Как его сбросили? Революцию сделали младший и средний офицерский состав. Которые, во-первых, по законодательству, которое сделался Лазар, не могли жениться на ком хотеть. Все чиновники, все военнослужащие, все государственные служащие должны были жениться только на женщинах с высшим образованием. Они не имели права жениться на ком они хотели. А высшее образование в те годы имели только люди из высокопоставленных семей, из богатого общества. Таким образом, он так вот прикормил весь свой чиновничный аппарат и офицерский состав. Но так как офицеры очень много воевали и Португалия потеряла много своих сил и средств во время войны во всех этих колониях, в частности, Бразилия, Монгола, Мозамбик, даже Гоа принадлежала им в Индии. Они обанкротились, и офицеры были в плохом очень состоянии. И они, конечно, сделали эту революцию, которую называли революцией гвоздик, потому что, когда они вышли на улицы, люди им дарили гвоздики. Сейчас это нормальное демократическое государство. Говорят, что здесь есть коррупция, но местные это не подтверждают. Когда я спрашиваю местных, если коррупция, все как-то пожимают плечами и ничего не говорят. Что здесь требуется? Это образование. Сегодня уровень образованных людей в Португалии только 40%, то есть с высшим образованием, с образованием колледж. В России, например, 52, в Канаде тоже 52-53%. Вот это и решает успех или не успех любого человека, уровень его образования. Поэтому, мои дорогие слушатели, девушки, ребята и все-все-все, знаете что? Мы не можем построить красивую, успешную жизнь без хорошего образования. Даже если у вас много денег, жизнь не будет элегантной, она не будет такой изысканной, как у людей с хорошим образованием. Поэтому всем я вам советую, вместо того, чтобы тратить деньги на фигурки, тратить деньги на книги, читайте, будьте образованными, и все у вас будет замечательно. Я следующее видео сделаю по поводу эмиграции. Я расскажу вам о том, что я вообще думаю о эмиграции, можно ли эмигрировать в Португалию, и в какие страны вообще стоит эмигрировать, с моей точки зрения, опытного эмигранта. Итак, всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь очень много интересного. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.